Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Ольга Лащева, бизнес-вуман Одинцовского городского округа, члена общественной палаты. Оль, здравствуй! Здравствуй! Рада видеть тебя в нашей студии. Конечно же, хотим поздравить тебя с победой и с вручением тебе премии. Расскажи, пожалуйста, что за журнал ты сегодня принесла с собой и что за брошь на твоем пиджаке? Она там не случайно, это золотая пчела. Да, это нас награждали в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Наша компания победила в премии «Успешный семейный бизнес». У нас состоялся круглый стол. И со всей России пригласили успешных бизнес-вуман, которые владеют заводами-пароходами, и заканчивая именитыми начинающими дизайнерами. То есть было очень приятно пообщаться с действительно такими женщинами, которые уже состоялись. Есть на кого равняться, есть куда развиваться. Но можно говорить о том, что женский бизнес в России, в общем-то, достиг своего расцвета, что он действительно развивается. И уже бизнес-вуман – это не миф, это реальность. И они действительно сильные, успешные бизнесмены, которые умеют и знают, как зарабатывать деньги. Я делила как бы 50 на 50. Ну, женщина все-таки она женщина, все-таки она мягкая. Но после данной встречи я понимаю, что женщина идет наравне с мужчиной. На сегодняшний момент такие корпорации огромные ведет хрупкая девушка. Но это просто что-то вероятно. Ты впервые принимала участие в подобной премии. И кто номинировал конкретно ваш бизнес? Нас выбирала торгово-промышленная палата. Да. Вот. Пригласили меня от российской торгово-промышленной палаты. Вот. Ну, как таковой номинации не было, наверное, так как я активный житель еще нашего городского округа. Вот. И меня, как все знают, вот, наверное, больше так. И пригласил у нас, была конференция в Одинцово. И приезжал журнал «Russian Business Guide», это российский журнал. Вот. И взяли у меня интервью. Может быть, как-то меня отметили, не знаю. Ну, ты, кстати, сказала о том, что ты ведешь действительно активную общественную жизнь. То есть успеваешь и бизнесом заниматься, и, в общем-то, быть социально полезной. Обществу состоишь, являешься членом общественной палаты Одинцовского городского округа. Вот все-таки вот эта часть твоей жизни, насколько она действительно тебе интересна, и какими проектами ты гордишься больше всего? Потому что не первый год, конечно же, этим занимаешься. Да, в общественной палате я уже достаточно давно. Я очень люблю помогать людям, находить выходы из разных трудных ситуаций. Вот. То есть кручусь, как пчела, которую, собственно, мне и подарили на награждение. Очень благодарна. А какими проектами я горжусь? Да, в принципе, всеми. Все проекты, они социальной направленности, на помощь людям, детям. Я участвую почти во всех проектах города и округа нашего. Не оставляю, не проходит ни одно мероприятие без твоего участия. Если все-таки говорить о семейном бизнесе, вот в какой момент вы поняли, что хотите развиваться вместе с супругом, развивать именно и строить семейный бизнес? С чего все началось? Началось это в 2006 году. Мой супруг сказал, хватит работать на дядю, давай будем что-то делать вместе. У него было много разных бизнесов на тот момент. Вот. И, ну, я сказала, ну, как бы это страшно, это не мое, ну, как так, я и бизнес, я больше творческий человек. Вот он говорит, как раз-таки творческого человека нам в компании не хватает, приходи. Вот. Ну, и с этого все закрутилось, завертелось. И я теперь даже не представляю без своего детища, без своего бизнеса, как бы я, допустим, жила или где-то работала. Я не представляю такую работу. Ну, вот сложности на этапе именно становления не было. Вот все-таки дома – это дома, а на работе – это на работе. И уже ведь вы общались не как муж и жена, да, а все-таки как сотрудники предприятия. Вот не было здесь конфликтов, разногласий, ведь у каждого свое мнение и свой взгляд на те или иные бизнес-процессы. Да, я благодарна своему супругу, потому что он меня поверил, он меня поддержал. И, конечно, были слезы, конечно, были какие-то недопонимания. Я, допустим, видела какой-то проект в таком исполнении, он видит абсолютно, ну, с мужской точки зрения, с другой. Но со временем мы научились, как бы, выходить из ситуации. Вот, поэтому, если даже мы где-то конфликтуем, то есть через пять минут остро решается вопрос, и мы работаем в свободном режиме. Насколько комфортно бизнесу, твоему предприятию работать именно на территории Одинцовского городского округа? Насколько вас поддерживает и администрация, и торгово-промышленная палата? Насколько вот именно комфортно созданы условия для развития предприятия? Ты знаешь, Мария, сейчас, на сегодняшний момент, на данный этап, очень много всяческих мер поддержки. И администрация об этом, ну, я даже не знаю, говорит на всех конференциях, на всех форумах. Это очень удобно. То есть какие-то субсидии, возмещения. Можно сейчас, вот, когда мы, наше было становление в 2006 году, да, мы, может быть, таких программ не было, или мы о них не знали, я даже не могу сказать. Нам было тяжело. А сейчас, вот, на данный момент, открывать бизнес, какие-то стартапы, это искать всяких бизнес-ангелов, сейчас столько всего, просто открывайся, и государство помогает, и торгово-промышленная палата помогает, и с местом, и с арендой. Ну, то есть сейчас очень выгодно открывать бизнес. Вот ты коснулась части конференции, круглых столов, встреч всевозможных, которые организовывают и инициируют и администрация округа, и торгово-промышленная палата. Насколько действительно они необходимы, востребованы, вот, вами, непосредственно, вот, как представителями бизнес-сообщества? Вы знаете, такие встречи достаточно продуктивно проходят, вот, я бы так сказала, да. Да, вот, недавно, опять же, была встреча совместно с администрацией, архитектура и торгово-промышленная палата. Пригласили людей, я была в том числе, так как я занимаюсь рекламой, мне интересны были какие-то, может быть, изменения или что-то еще в регламенте, в законе. Очень много острых вопросов, которые жители не могли решить, допустим, там, месяц-полтора-два, решились прямо на месте. И вот так вот, знаете, так легко пообщались с представителями власти, ну, просто решаются все вопросы. И отпадают всякие сомнения, что до власти не достучаться, еще там что-то, вот, как люди говорят. Все-таки премия и эта награда, это определенный шаг вперед, это определенная ступень. Каким дальше ты видишь развитие себя, развитие своего бизнеса? У нас сейчас проект, но я пока о нем не буду говорить, чтобы не сглазить. Вот, это действительно, это премия и вот этот круглый стол, который проходил в торгово-промышленной палате Российской Федерации, мне дал определенный такой пинок, знаете, что я где-то зависла и засиделась. Вот, я буду двигаться дальше, у меня есть новые проекты, я надеюсь, у меня все получится. То есть ты все-таки, получается, благодаря премии, ну, в какой-то степени, можно сказать, что поверила в себя, в свои силы и удалось, в общем-то, вытянуть тот потенциал, да, который спал. Да, 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 да. Спал, да. У меня как бы все пошло сейчас на спад, ну, в данный момент. Вот, особенно в этот год как-то, ну, идет работа вялотекущая, нету какой-то вспышки, какой-то искры, какой-то страсти, что вот я загорелась и так далее. Вот, а вот этот круглый стол, да, действительно, вот эта премия мне дала такую, такой толчок вперед. Все-таки, вот, бизнесвумен, она какая? Она, она сильная, где-то хрупкая, где-то нежная. Опять же, женщина на производстве, да, вот я по себе, у меня работают одни мужчины. У меня женского пола, ну, никого нет, кроме бухгалтера, вот. И я хочу сказать, вот, ну, по себе, где-то вхожу в ситуации, где-то мне жалко, мой супруг говорит, так нельзя, ну, надо быть жесткой, надо быть, ну, я же женщина, поэтому мы такие зажигалки. Все-таки, все-таки, независимо от величины бизнеса, независимо от величины предприятия, женщина остается женщиной. Я думаю, да, я думаю, любая женщина, бизнесвумен и крупных масштабах, она скажет, да, она жесткая, она должна быть где-то, где-то быть жесткой, но женское начало, оно срабатывает в любом случае. Вот, семейный бизнес, 13 лет на рынке, все-таки вам удалось, вот, чтобы сохранить, вот, на первом месте семью и семейные отношения, а уже на втором месте бизнес? Я думаю, что не то, что удалось, мы даже стали, мне кажется, более крепкой семьей, но у нас такое в семье правило, табу, приходим домой, а работе ни слова. Вот, как-то так, чтобы мозги отдыхали, чтобы мы мысленно отдыхали. А как отдыхает бизнесвумен? Поделись секретом. Как отдыхает. Приходит домой, домашние заботы, а утром опять на работу. Раз в год позволяем себе отпуск, вот и все. Вот и весь отдых. Вот и весь отдых, да. В любом случае, если не будет работы, не будет развития, то все, ну, в общем-то, встанет, и не будет никакого движения. Да-да-да, потому что я очень активный человек, мой муж тоже достаточно, ну, активный, я бы так сказала, и помогает во всем. Поэтому мы идем вперед, несмотря ни на что. Чего бы хотелось, вот, еще получить, да, уже сказала о том, что проводятся и пресс-конференции, проводятся и круглые столы, и различные мастер-классы, обсуждения. Но вот все-таки, что бы хотелось, чтобы еще появилось на территории округа именно для развития бизнеса? Для развития бизнеса? Ну, в принципе, у нас уже все есть. Вот сейчас открывается еще вот одно направление в Одинцовском городском округе, называется «Мой бизнес». Это, опять же, вот у нас есть МФЦ, а будет вот «Мой бизнес». Недавно в правительстве Московской области как раз-таки презентовали вот эту вот программу. Очень интересная программа. Это, конечно, колоссальная помощь предпринимателям вообще во всем. Как открыть бизнес? Что делать? То есть зачастую многие не знают, куда обращаться, какие налоговые ставки, как лучше сделать. Ну, опять же, развитие бизнеса, развитие предприятий – это и увеличение количества рабочих мест, это и налоги в округ. То есть это, значит, и социальное, развитие социальной инфраструктуры округа в том числе, благодаря поступлениям. Конечно. Чтобы люди не ехали работать в Москву, надо создавать здесь предприятия и рабочие места. Оль, спасибо, что нашла время. Спасибо. Мы сегодня в нашу студию еще раз поздравляем тебя с наградой, с премией. Спасибо большое. И гордимся, что в нашем округе трудятся такие бизнесвумены. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok